Белоглинский район первый после столицы края муниципалитет, принявший участие в проекте уличного искусства «Арк Кубань». 10 октября на стене кинотеатра «Ударник» появилась сказочная птица. Рисовал ее давний знакомый местной активной молодежи Геннадий Лось. Приехал по приглашению мамоке Мошку Диане, специалиста по работе с молодежью администрации поселения. Поскольку поддерживают они дружбу, одинаково увлекаются современными молодежными танцами. Занимаюсь художественным творчеством с самого детства, профессионально с 2008 года и по сей день. За плечами очень огромное количество работ, есть уровень определенный, рисую объемные 3D-картины. Людям нравится, заинтересовалась администрация вашего прекрасного уголка. Нашего прекрасного края. Мне эта тема понравилась. Жар птица – символ огня, символ счастья. И, соответственно, цвета красные, оранжевые, желтые. То есть огонь, пламя. На свое произведение художник потратил три дня, работая весь световой день. Приходилось рисовать на высоте, для чего была задействована мех рука, что гораздо облегчило труд художника. На лестнице было бы все гораздо медленнее и труднее. Специалисты отдела молодежной политики предварительно обсудили свои действия с местной властью. Главе района очень понравилась идея превратить скучные стены большого здания в холст для творчества. Свой полет фантазий художник согласовал с белоглинской молодежью. Ребята выбрали именно птицу счастья. Учитывая стиль русской росписи, получилось довольно патриотично. Работа выдалась довольно трудоемкой. Геннадий использовал различные насадки и обширную цветовую палитру, чтобы создавать оттенки, тонкие перышки и различные детали рисунка. Процесс создания рисунка захватил не только художника, но и случайных прохожих. Можно было часами наблюдать за этой работой. Птица счастья стала популярным фоном для селфи белоглинской молодежи. Тут все было грустно, как бы мрачно. И вот нарисовали этот рисунок, и он как бы дал яркости кинотеатру. Он как бы будет завлекать зрителей. Вы уже фотографировались на яйфоне? Еще нет. Я фотографировалась, а я еще нет. Как вы думаете, что она олицетворяет? Ну, какого-то сказочного жар-птицу. Значит, должна приносить счастье? Да. Мне кажется, что стены разрисовывать, это красиво. Она разрисовывает не граффити, который буквы разные пишет. Это как-то вандализм. А вот так вот. Персонажи русских сказок. Вот такая растость, мне кажется, украшает. Что вы думаете об этом рисунке? Мне кажется, что он очень красивый, яркий, запоминающийся. И украсят наш монотонный кинотеатр. Во многих городах Европы граффити уже давно не считают вандализмом, а признают значимыми арт-объектами. В ходе реализации проекта «Арт-Кубань» возможно украсить своими рисунками места в районе, подходящие для нанесения граффити. В рамках проекта «Арт-Кубань» несколько номинаций. Вторая жизнь – это росписи объектов, требующих ремонта, разрушенные или обветшавшие здания. Потом социальные объекты – библиотеки, больницы, образовательные организации, детские сады. Номинация «Технополис», промышленные здания, трубы, трансформаторные будки. Под программу попал и общественный транспорт, автобусы, маршрутные такси. Каждый, кто уверен в своих силах, творчестве, умении рисовать, может принять участие в реализации данного проекта.